И всем привет, ребят! С вами снова Саша. Я думаю, вам очень непривычно сейчас меня так видеть, но мне очень нравится вот этот вот эмоджи, мемоджи, я не знаю, как это называется. В общем, сегодня речь пойдет о приложениях для продуктивности, потому что быть продуктивным в наше время это очень важное качество, и в этом видео я подобрала очень много приложений для продуктивности, и в основном, конечно, эти приложения будут для iOS, но большая часть их приложения знают очень есть на Android. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, а я начинаю. Итак, ребята, сейчас я вам хочу рассказать о 10 классных приложениях, чтобы быть продуктивным, и на самом деле их вообще не так уж и много, но в это видео я уместила все самые классные, интересные и качественные приложения. И давайте же начнем. Первое приложение называется CM, я не знаю, как точно правильно назвать, но это приложение с классической музыкой, которую вас будут настраивать на учебу. Она очень спокойная такая, не резкая, и вообще тут даже есть не только классическая музыка, но какая-то еще релаксирующая музыка, природа, музыка дождя, все что угодно, на любой вкус. И вообще классическая музыка, она не отвлекает, как обычная музыка, но лично у меня так, потому что если я включу какую-то свою любимую песню, то я просто на ней буду зацикливаться и не смогу дальше учиться. А эта музыка, наоборот, помогает как-то сконцентрироваться, быть внимательной, ну и так далее. И как видите, тут достаточненько большая библиотека различных треков и альбомов. Приложение Focus To Do. Насколько я знаю, сейчас это очень популярное и очень востребованное приложение, но я тоже хочу вам сегодня в нем рассказать. Это приложение также помогает сконцентрироваться на конкретных делах. Тут вы устанавливаете таймер, который вам поможет при выполнении каких-либо дел. Сейчас я вам поподробнее его покажу и расскажу о нем. Просто послушайте эти мелодии, которые есть в этом таймере. Как по мне, эти все мелодии очень атмосферные, такие душевные. И самое главное, они бесплатные, и это приложение полностью бесплатное. Вообще, в этом видео будет речь идти только о бесплатных приложениях, потому что я не считаю, нужно вообще тратить на приложение деньги. Но помимо этого, в этом приложении также можно писать какие-то свои дела, цели на ближайшее время, устанавливать также длительность выполнения. И тут есть какие-то томаты, я не знаю, на самом деле, зачем они нужны. Такие вот красненькие кругляшки, но пока что я в этом еще не разобралась. Можете мне писать в комментариях. Приложение Flip Также очередное крутое приложение для продуктивности, и оно действительно круто проработано в таком минималистическом стиле, но в то же время очень так утонченно и красиво. Сейчас, как вы видите, я добавляю себе новую цель, новый какой-то план для себя, устанавливаю цвет, которым я его помечу, и пишу, собственно, что мне нужно выполнить. Вообще, можно тут писать и по-английски, и по-русски, просто я почему-то решила написать по-английски. Также устанавливаю время выполнения, и в какое время я буду начинать это все делать, сейчас вы увидите, как я буду все эти настройки настраивать. Тут также вы можете видеть все свои цели, выполненные и не выполненные на полном календаре, вот на таком вот, и с выполнением новых действий он у вас будет заполняться, и вы, собственно, увидите ваш весь прогресс. Приложение My Homework. На самом деле, я не до конца в нем разобралась, мне его, кстати, посоветовала моя подписчица или подписчик. В общем, мне кажется, все-таки это приложение должно работать с американскими какими-то настройками, но тут очень классно, что можно добавлять предмет, можно добавлять, какое задание тебе нужно выполнить, сроки выполнения этого задания. В общем, тут есть абсолютно все, также можно прикрепить картинки. Теперь идет приложение Presently, и хочу сказать заранее то, что это, наверное, мой фаворит из всех приложений, потому что оно очень удобно оформлено, и лично его дизайн мне удобен больше всего, потому что он не отвлекает, он такой белый, простой, и вообще сейчас я просто пишу сюда дела, потом они будут ображаться в такой недельной строке, и, собственно, вы будете видеть, какие дела вы выполнили, какие не выполнены. Задумка этого приложения проста, то, что вы просто пишите в строчку, что вы делаете именно в этот момент, и потом можете смотреть, что вы делали. В перерывах между учебой или между какими-то важными делами всегда хочется провести время за книгой, потому что это очень расслабляет, и как раз-таки приложение Goodreads поможет вам в этом. Тут есть очень много разных книжек, также есть, самое главное, отзывы, реальные отзывы реальных людей, все есть об этой книге, также кто ее написал, еще книги этого писателя, и есть отзывы, но это приложение на английском, то есть оно полностью на английском, но мне кажется, это даже лучше, потому что русские книги очень заезженные, а тут есть совершенно новые книги, которые еще не очень популярны, но мне кажется, они должны быть интересны. Также, например, если вы находитесь в книжном магазине, то можете сканировать вашу книгу, и это приложение автоматически вам выдаст все отзывы, когда эта книга была выпущена, кто вообще этот автор, и какие у нее отзывы. Как вы уже поняли, в этом приложении есть книги абсолютно на любой вкус, всех жанров, и, кстати, я тут даже нашла Гарри Поттера. Selfcare это приложение, которое очень популярно среди американцев, я даже не знаю, за что они его так любят, но иногда оно, наверное, действительно поможет расслабиться, я еще буду, конечно же, потом им пользоваться, потому что его открыла для себя буквально вчера. В общем, это приложение, которое просто вам присылает различные мотивирующие фразы, и если включить звук, то там очень классный атмосферный звук. Это приложение само вам присылает какие-то действия, задания, которые вы должны выполнять, и, возможно, они вам помогут как-то расслабиться и отвлечься. Это очень удобное приложение, которое называется The Homework App, если что, название будет на экране. И это очень крутое приложение, в отличие от приложения My Homework, оно действительно действенное, и тут можно добавлять задания домашние, которые вам задали по определенным предметам. Можно написать, что именно вам задали, и сейчас я вам покажу примерно, как это будет выглядеть. Сейчас я пишу название предмета, также можно указать уровень сложности предмета или уровень срочности выполнения этого задания. И что очень удобно, потому что вы просто заходите в приложение, смотрите сюда и видите, какое задание вам еще надо сделать, какое вы уже сделали. Ну и, конечно, можете подробно описать, что именно вам нужно сделать. А это приложение Habit не только поможет вам создать какие-то привычки, но и регулярно их соблюдать. Сначала нажимаю на кнопку «Создать привычку», дальше пишу ее название. Также в эту строку пишу слово, которое будет меня мотивировать, например, это может быть абсолютно любое слово, которое вам в дальнейшем поможет. Дальше я указываю регулярность, когда я буду выполнять вообще эту привычку, там каждый день, каждый месяц, ну и так далее. И включаю напоминания, чтобы об этом, конечно же, не забыть. Вот тут будет показываться мой прогресс. И дальше я могу создать не только одну привычку, я могу их делать несколько, и сейчас вы это, конечно же, увидите. И последнее, но не менее крутое приложение на сегодня, это приложение Asana. Это скорее приложение для работы, для учебы. Я в основном его использую для учебы. Тут можно просто указывать свои какие-то ближайшие планы, например, сделать проект по истории, или заполнить контурную карту по географии. В общем, это может быть все, что угодно. Также мне понравилась фишка, то, что тут можно прикреплять абсолютно любые изображения, и также прикреплять какие-то голосовые записи. Ну, это было все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте ставить лайки, также подписываться на мой канал. И я желаю всем удачи, и всем пока!